Ребята, всем привет! В этом видео мы будем прокачивать мангал, который долгое время у меня не продавался. Не продавался потому, что у него не совсем стандартные размеры. Дина у него 500 мм, дина у него 500 мм. И не каждая решетка, либо шампура можно сюда положить. Этот мангал сделан в месте стройки. Внутри имеются тепловые щиты по кругу из двойки. И донышко жило также из стройки. Как и все мангалы, он разбирается на 5 частей. Также у этого мангала в комплекте не было ножек, потому что с ножками у меня эфициц в свое время был, и ножки ему не достались. Поэтому мы сейчас этот мангал прокачаем. А именно сделаем длинно классного решета гриль из прутка 10х10. И съемные ножки из 25-й трубы, которая у меня осталась. Влаго у меня появился свердолеиный станок. Ну, правда, на 380 мм я через 30-м перелел на 370. Но это все лучше, чем грелить, либо шурупованием делать отверстия. Решетка также будет 500х500, повесимый мангал, что позволит без него сделать очень классную глину. Все, выступаем клинговать мангал. Все, каркас мы сварили. Теперь будем нарезать прутки на 525 мм. Нарежем, привариваем. Все, нужное количество прутков мы напилили. Зазор у нас будет между прутками 13 мм. Вот я какую-то штуку нашел. Ну, я в предыдущий раз решетку делал, вот эту, на зарпасе, и решил становиться на 13 мм. Но, не много и не мало. Я считаю, это оптимативно. При сварке я советую всем использовать лучшую пасту, чем спрей, потому что пасты хватает очень надолго. А спрей, по моему опыту, быстро заканчивается. Вот я использую такую пасту. Просто макаю туда. Втаскиваю и стряхиваю, либо она стекает сама, либо она нагрета. Очень хорошая, полезная штука. Советую. Так, после всех манипуляций решетка приобрела вот такой вид. С одной стороны. Сейчас будем шлифовать в следующую сторону. Слушай. Потом ее молочком подстучим немножко, выровняем, чтобы она ровная была. И будем дальше шлифовать. Все, решетка села, отлично. Держится. Все, как надо. Сейчас мы ее шлифанем волосатой щеткой, чтобы снять черное покрытие. Я забыл, чтобы оно полностью металлическое было. Ну, чтобы не есть с этого черного, с сжавчины. А дальше оно уже само зарастает жиром. Правят, прогорит. И после этого будет как антипригарное что-либо обвазать. Но все равно перед приготовкой я, допустим, свои решетки металлические, я их всегда мою дома в ванной. Щеткой с металлической шлифую. Потому что они у меня всегда перед готовкой чистые. Но после готовки я их сразу не могу. Потому что мне линия. Поэтому они не заржавеют. Так что в этом плане не беспокойтесь. Итак, после всех манипуляций на выходе мы получили такую блестящую поверхность. Перед готовкой ее просто можно протереть либо влажной тряпочкой, либо также дома в ванной помыть ее с мылом, либо еще чем-нибудь. Но обязательно после того, как мы ее промыли водой, надо либо салфетками промахнуть, либо тряпкой насухо вытереть, чтобы тут не образовалась ржавчина. То есть сразу постирали, помыли, на стол положили и про тряпку, либо салфетками влаженную всю воду отсюда забрали. И все, можете ей подпользоваться. Теперь делаем ножки для мангала. Ножки мы будем делать по высоте, по типу и подобию, такие я делал раньше. из заснуковки миллиметра уголка длиной не 700 миллиметров. По высоте они все примерно одинаковые, что с этим сильно заморачиваться не будем. Отверстия в ножках получились немножко кривенько, не словосно, но закрутился. Я прям не люблю сверлить отверстия в не совсем ровной прямоугольной трубе. Вот это разграничать его, потому что она плюс-минус играет. Поэтому как-то так. Все, сейчас это дело прикрутим и соберем. Итак, все. Гриль мангала мы прокачали. Теперь он явно не будет долго ждать своего покупателя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok